Реконструкцию пожарной части завершили в прошлом году. Восстановленная Каланча уже стала архитектурной достопримечательностью Самары. Муниципалитет провел благоустройство находящегося через дорогу сквера. Обновили тротуарную плитку. На выездном совещании решено на этом не останавливаться и продолжить благоустройство старейшей площади города. Продлить плиточное покрытие, продумать перенос стоянки автобусов, разработать единое и гармоничное оформление торговых рядов и обновить фасады домов. Фасады можно восстановить. Все вывески можно стилизовать под то, как они выглядели в 19 веке. Все здания тоже можно посмотреть под реконструкцию. Не вопрос. Но имеется реконструкция какая? Фасадная. Фасадная, да. Фасады заиграли. Конечно, будет смотреться очень хорошо. Понятно, что это стало уже таким объектом, которых у нас, к сожалению, не так много культурных. Куда можно и не стыдно привезти наших гостей рядом. Поэтому надо сейчас нам приводить в гармонию уже с тем, что здесь сделано. Пожарная Каланча в Самаре когда-то была самой высокой точкой в городе. С высоты 26 метров можно было заметить любое возгорание. Долгое время памятник архитектуры 19 века не реставрировался. В 2011 году из федерального бюджета на реставрацию Каланчи направили порядка 100 миллионов рублей. За несколько лет здание полностью преобразилось. Теперь здесь находится музей пожарно-спасательного дела и учебный центр МЧС. В ближайшее время работы по восстановлению продолжатся. Министерство на себя берет, как и было определено министром на совещании, реконструкцию первого учебного корпуса, который выходит на трамвайное кольцо, плюс создание под открытым небом площадки закрытой, на которой будет выставляться техника и свободный доступ граждан через ворота учебного корпуса. По поручению главы администрации, городской департамент строительства и архитектуры подготовит предложение по приведению всего ансамбля Хлебной площади к единому стилю к середине апреля. При составлении плана городские власти учтут и предложения жителей областной столицы, которые были собраны в рамках проекта на связи с губернатором. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События.